Здравствуйте, меня зовут Виктор Артемьев, я фермер фермерского хозяйства Константа Арт, выращиваю огурцы в закрытом грунте по организмской технологии. У вас зашли огурцы. Через три дня после всходов огурцы достигли того, что появились мощные семидоли. Что делать в этом случае? Я готовлю раствор для обработки всходов биопрепаратами. В принципе, зашедший огурец имеет все необходимое для того, чтобы продолжать развиваться. Имеет запас питательных веществ, которые были в семени, имеет хороший подготовленный грунт, имеет необходимую температуру микроклимат, но также имеет множество врагов в виде микробов, вирусов и других болезней и вредителей, которые есть в природе. Для того, чтобы помочь растению достичь зрелости и обрадовать нас с вами урожаем, производится первая послесходовая обработка. Для этого я готовлю раствор. В теплую воду градусов 25-28 добавляются биопрепараты, такие как синая палочка, триходермы, фитоспорин. Препарат добавляется немного. По одному колпачку опрыскивать надо быстро, для того, чтобы не смочить землю. Это не страшно, если земля будет смочена этим препаратом. Вопрос в том, чтобы растению достаточно несколько капель для того, чтобы получить необходимые элементы и получить полную защиту. Это была первая обработка сходов. После этого ведется контроль за температурой, светом и остальными факторами. Контроль температуры. После появления сходов температура в помещении немножечко снижается. Для того, чтобы сходы не вытягивались, не истончались, температура должна быть днем 22-24 градуса, а ночью 18-20 градусов. Причем первые трое суток, когда у нас непрерывная подсветка, просто в вечернее время температуру по возможности снижаем. Но в идеале, если мы сможем сохранить температуру почвы в пределах 25 градусов на время выгонки рассады, это будет идеальный случай. Высадка семян возможно не только в такие горшочки, но и, например, в такие маленькие ячейки. В эти ячейки происходит всход семян. После этого, через трое-четверо суток, происходит пикировка семян в большие горшочки для рассады. Если пикировка проводится, или же если она не проводится, после первых трех суток непрерывной подсветки, устанавливается время досветки в размере 18 часов в сутки. После проведения пикировки, или начиная со второй недели, подсветка сокращается до 16 часов в сутки. И перед посадкой в теплице, или же на постоянное место в грунт, подсветка уменьшается до 14 часов в сутки. Если у вас есть возможность размещать рассаду на освещаемом солнце, в хорошем месте подоконнике, то подсветка вам потребуется только для того, чтобы компенсировать утренние и вечерние часы, когда нету солнца. Жизнь показывает, что оптимально не выключать подсветку днем, вне зависимости от того, как ярко светит солнце, или какие другие факторы. Ближе к высадке рассаду постоянное место, мы температуру постепенно снижаем. А в последний день подсветка выключается, а температура опускается примерно до 16-17 градусов на целые сутки, для того, чтобы прошла так называемая закалка растений. Через неделю после первой обработки сходов происходит вторая обработка биопрепаратами и микроэлементами, для того, чтобы немножечко подкормить наши растения. И затем эти обработки, подкормки повторяются каждые 7-9 дней. Так как мы используем непростерилизованный в духовой печи или с помощью адахимикатов субстрат для выращивания рассады, то вполне может быть, что в этом субстрате могут находиться какие-либо зимующие вредители, которые могут проснуться и начать поражать или уничтожать наши растения. Насекомые вредители могут приползти, прилететь, прискакать не только из грунта, который мы с вами подготовили, но откуда угодно. И как вовремя заметить, таких непрошенных посетителей есть хорошие проверенные способы. Один из них – это размещение в помещении для рассады индикаторов, которые я развешиваю в теплице. Это липкая бумага желтого цвета, на которую налетают непрошенные гости, остаются на ней, и увидев какого-то вредителя, прилипшего к бумаге, я могу определить средства борьбы, которые необходимы в дальнейшем для того, чтобы сохранить рассаду и получить в будущем нормальный урожай. А купить необходимые биопрепараты можно в интернет-магазине Процветок. До свидания.